мы уже связали теперь для того чтобы начать вывязывать наш узор нам надо провязать просто три ряда лицевыми петлями при этом одну петельку нам надо добавить так как у меня говорю еще раз было 48 петель для рисунка мне надо 49 петель поэтому я одну петельку сразу добавлю как можно добавить петельку если вы не знаете допустим вот лицевая петля то можно сделать таким образом надеваем спицу под петлей подхватываем ниточку вытаскиваем петельку затем провязываем эту же петлю еще раз лицевую получилось у нас две петли и так провязываем лицевыми петлями по кругу три ряда значит вот эта ниточка у нас как бы контрольная значит это здесь у нас ряд начинается и заканчивается здесь же и так провязываем 3 ряда просто лицевыми петлями провязала 3 ряда лицевыми петлями добавила значит для себя одну петельку чтобы у меня было 49 петель если вам нужно большее количество петель значит через каждые там 4 5 6 10 петелек можете себе одну петельку добавлять уже там рассчитайте сами теперь начинаем ввязывать наш основной рисунок делаем первые две петли мы провязываем лицевой за передней стенки то есть вводим спицу вот эти две петли спереди чтобы видно было за передней стенки и вытаскиваем нитку то есть у нас будет две вместе с наклона вправо снимаем делаем накид на себя провязываем одну лицевую затем опять накид на себя две вместе лицевой за задней стенки получается у нас наклоном влево дальше у нас идут две изнаночные вот это у нас один раппорт рисунка и повторяем то же самое две вместе за задней за передней стенки сводим спицу за две петельки сразу подхватываем сзади ниточку и вытаскиваем ее на себя затем делаем накид на себя лицевая опять накид на себя и две вместе уже за задней стенки наклоном влево теперь у нас две изнаночные делаем одну изнаночную затем вторую изнаночную возьмем по следующей спице чтобы нам было удобно вязать наше рисунок теперь наш рисунок повторяется и так мы все вяжем вокруг до начала нашего рисунка это наши первые спицы 2 вместе за передней стенки накид лицевая опять накид и 2 вместе за задней стенке дальше две изнаночные петли дальше две изнаночные петли и можно дальше опять две за передней стенки опять накид лицевая накид вот эта петелька то что у нас одна остается мы ее переносим на левую спицу провязываем провязываем две петли вместе за заднюю стенку опять две изнаночные берем другую спицу которая освободилась и продолжаем вязание 2 лицевые петли вместе за заднюю стенку накид лицевая накид дальше две лицевые петли вместе за заднюю стенку опять две изнаночные петли у нас опять две петли осталось давайте их перенесем на левую спицу аккуратненько можно распределить допустим вязать этой же спицей у вас будет это три спицы на трех спицах вязать четвертая у вас будет дополнительно я оставлю так пускай у меня будет здесь четыре а пятой спицей буду вязать и так значит здесь у нас осталось две изнаночные дальше опять пишем так начинается сначала две лицевые петли вместе за задней стенке пол две лицевые за передней стенке накид лицевая накид две вместе за задней стенке и две изнаночные петли опять две изнаночные петли опять две изнаночные петли две лицевые за передней стенке накид лицевая накид вязать две вместе за заднюю стенку и в конце две изнаночные петли лук у нас закончился второй ряд рисунка теперь здесь в втором ряду мы вяжем по рисунку то есть лицевые петли под лицевыми изнаночные под изнаночными наши накиды мы тоже вяжем лицевыми петлями у нас была лицевая накид лицевой лицевая накид лицевой и пятая петелька у нас была лицевая я тоже провязываю дальше две изнаночные опять пять лицевых две изнаночные и так мы все вяжем по кругу и возвращаемся в начало нашего рисунка то есть к первой спице третий ряд третий ряд вяжется точно так же у нас пять лицевых две изнаночные пять лицевых и две изнаночные то есть рисунок повторяется четвертый ряд мы закончили на этом узор как бы наш заканчивается вернее чтобы начинать пятый ряд мы его будем повторять с первого ряда сейчас рисунок кажется вот таким еще не очень выделяется давайте свяжем еще один рапорт рисунка посмотрим что у нас будет из этого получаться и так у нас на спице значит вначале пять лицевых получается здесь две изнаночные из пяти лицевых делаем вывязываем с первого ряда то есть две лицевые вместе за заднюю стеночку накид лицевая накид и две лицевые вместе за заднюю стенку как видите рисунок наш повторяется дальше опять две изнаночные лицевые и опять тоже самое две лицевые вместе за переднюю стенку за заднюю стенку две лицевые вместе за заднюю стенку за заднюю стенку и две изнаночные изнаночные ну что ж давайте провяжем еще один рапор рисунка посмотрим что у нас получится и так повторяю что пятый ряд наш начинается именно с первого ряда я вам показывала и так второй рапор рисунка я связала рисунок у нас уже вырисовывается здесь у нас идет две изнаночные а здесь сам рисунок вот такой рисунок у нас будет получаться изнаночной изнаночной с и л Продолжение следует... Продолжение следует...